Четыре коллектива за тур до окончания чемпионата все еще претендовали на заветный титул. Это Буровые технологии, Нефтяник, Сергевск и Колос. У них было разное количество очков, но игр они сыграли неравное количество. Так Буровые технологии в понедельник провели свой последний матч на турнире. Подопечные Кирилла Григорьева сразились с Дюзш, командой которой они уступили в первом круге со счетом 0-2. В этот раз также едва поражение не настигло прошлогодних чемпионов, если бы не играющий тренер. При счете 0-1 Кирилл Григорьев отличился дважды, принеся своей команде победу. Таким образом у БТ стало 21 очко после 10 матчей. Догнать команду могли сразу три конкурента. У Нефтяника в копилке значилось 18 очков после 9 игр, у Сергевска 15, после 8 столько же у Колоса. Какой-то ответ болельщики смогли получить в среду вечером. На поле стадиона Олимп вышли Сергевск и Нефтяник. В первом круге Сергевцы просто растоптали оборону оппонента, одержав победу со счетом 5-1. Поэтому именно футболисты в зеленых майках значились фаворитами. Но одно дело, что пишут на бумаге, и совсем другое, что происходит на поле. Нефтяник в последних турах это просто какая-то машина. Команда после серии неудач воспряла духом, и теперь вряд ли кто может вспомнить, что у Нефтяников была серия из двух поражений подряд, что их списали из числа претендентов на медали вообще. Все это давным-давно и в прошлом. Сейчас игроки в желто-синих футболках – это коллектив с большой буквы, способный решать самые серьезные задачи. И в отчетный вечер Нефтяник это снова доказал. Андрей Симоненко, молодой талант команды, в первом тайме открыл счет, а во второй половине, несмотря на то, что соперник больше владел мячом и преимуществом, голы забивали только Нефтяники. Сначала дважды великолепно сыграл Сергей Ларин. Молодой форвард в первом случае отлично пробил с хода, а затем выцарапал мяч у защитников. Точку же в матче поставил Сергей Бамбуров. Итог 4-0. Во многом неожиданная, но от этого не менее значимая победа Нефтяника. Команда набирает 21 очко и по дополнительным показателям опережает буровые технологии. Так что можно смело говорить, что в этом году будет новый чемпион. Но вот кто им станет в итоге? Сергьевск 21 очко уже не наберет, зато может набрать Колос. У команды еще два матча в запасе и с не самыми сильными оппонентами – СГТ и Дюзш. Если дружина Вячеслава Лемкова сумеет набрать 6 баллов, то именно представители Кармала Аделякова впервые в своей истории поднимутся на вершину футбольного Олимпа. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3» и 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 «Радуга-